Новости Дагестана Новости Дагестана Новости Дагестана Новости Дагестана Новости Дагестана Новости Дагестана Художник представил на своей выставке около 70 работ. Их он сделал, поездив по 17 дагестанским селам в прошлом году. Там объектами творчества Шмидта стали резные камни 13-19 веков, вставленные фасады домов и мечетей, а также надмогильные плиты старинных кладбищ. Всего 40 объектов культуры и архитектуры. На их поверхности автор нанес то ли обычную гуашь, то ли качественную краску и не смыл ее после себя. Представители общественности и научного сообщества обвинили его в варварстве, потому что пигмент застоялся на монументах и уже не сходит с них. Она не смывается. Достаточно будет провести экспертизу. Но это варварство. Такого нет прецедента вообще нигде. Если вы читали его объяснение, почему памятники не смыты, он не помнит. Было темно, вода была далеко. Если на правовом поле этот вопрос не будет решен жестко, то мы потеряем все эти памятники. Потому что те же бураки, те же красивые ордаментальные мотивы, которые в позолоте, в цветах радуги, обрамленные в дорогой рамке, это очень продаваемые, успешные и очень симпатичные вещи. Вы представляете, что будет, если после этого премьера все будут заниматься такими художествами? Произошедшим заинтересовалось Агентство по охране культурного наследия Дагестана. Специалисты ведомства уже побывали в селе Кубачи, где Калип Шмидт раскрасил каменные рельефы Джума-мечети. Как мы видим, один из каменных рельефов, с которым был снят оттиск, в настоящее время он приведен в порядок. Краска смыта. Однако, как мы знаем, еще в прошлом году снимались оттиски, и краска была смыта только относительно недавно силами жителей села Кубачи. По этому случаю Дагнаследе обратилось в прокуратуру республики с просьбой принять меры реагирования. Сотрудники агентства проверят и другие объекты, которые присутствуют на оттисках Калиба Шмидта. Связаться с автором и получить комментарий нам не удалось. Однако, на своей официальной странице он извинился перед земляками и пообещал устранить следы своих вмешательств. Но будет ли дело доведено до конца, покажет время. А там уже и станет окончательно понятно, варварство это легкомыслие или непрофессионализм со стороны художника. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Дагестанцы в 2024 году увеличили расходы на рестораны и кафе. За 4 месяца жители республики потратили на общепит 25 миллиардов рублей. А это больше половины оборота в СКФО. В округе же этот показатель составил порядка 50 миллиардов рублей. Отметим, что раннее исследование, проведенное аналитиками агентства АКРА, показало, что 55% доходов дагестанцев уходит на еду. Эксперты брали за основу данные Росстата и оценили в среднем долю расходов на питание на одну семью. Центр «Мой бизнес» совместно с фабрикой предпринимательства «Дети» провел образовательный курс для детей и подростков. В его рамках участники смогут приобрести навыки по созданию собственных проектов и продвижению их в социальных сетях. Обучение проходит 135 молодых учеников из пяти школ Махачкалы и Каспийска. В рамках курса участники приобретут такие необходимые и актуальные в современных реалиях навыки, как бизнес-планирование, выбор ниши, продвижение в социальных сетях и так далее. Это позволит им развить лидерские и предпринимательские качества, логическое и аналитическое мышление, а также публично выступать. Обучение бесплатное. Отметим, что курс проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Цель этого интенсива – это обучить детей навыкам предпринимательского мышления, обучить детей навыкам публичного выступления, дать основные понятия и азы таким темам, как командообразование, лидерство, целеполагание, тайм-менеджмент. По окончанию интенсива детей ждет экскурсия на действующие предприятия и встреча с наставниками бизнесмена. Один миллион рублей. Именно такой призовой фонд был установлен на республиканском конкурсе молодых алимов и хафизов, который прошел в Карабадахкенском районе. Просветительское мероприятие собрало в селе Губден лучших знатоков Корана и наук ислама со всего Дагестана. На открытие приехали представители Муфтиата Республики, имамы, ученые-богословы с разных уголков региона. Дорогие друзья, хочу начать свое выступление со слов приветствия от имени Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди, да хранит его Аллах, и передать от него вам наилучшие пожелания благополучия и защиты от бед и невзгод. Мир вам и милость от Всевышнего Аллаха. Сегодня уже десятый, десятый конкурс. Именно в этом селении, в этой мечети проводится именем Муфтия Ахмада Ахрама, раима Аллах. Пусть и Высший Аллах нас наградит его. Пусть и Высший Аллах, даракхата, вернет. И вернет еще Аллах, потому что он является основоположником. Именно в трудное время, не побоившись этих слов, самое сложное время для нашего села Дагестана, не побоявшись за свою жизнь, за себя взялся строить мечеть, вернее взялся строить адресат. Я помню, будучи еще подростком, Мухаммад Али, раима Аллах, имам города Касвийска, 20 лет, который работал имамом, когда он нас позвал, мы удивлялись, если в Дагестане, как это вообще? Такое время было. А сегодня, алхаммаду и ля, в каждом селе, в каждом городе. Они больше и больше строятся. Образовательный конкурс проходил по разным номинациям. Самые престижные из них – знания священной книги мусульман наизусть. Победителем в ней стал потомок шейха Мухаммада Яракского Хасан Гамидов из Маграмкенского района. Он является студентом Центра по заучиванию Корана имени шейха Мухаммада Хафиза Афанди. Молодой парень за победу получил от организаторов в путевку на Малый Хадж из 100 тысяч рублей. Бег на разные дистанции, метание гири и перетягивание каната. Это не просто состязание, а наши национальные виды спорта. В четвертый год в Махачкале проходят Кавказские игры на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдербека Гайдербекова. Фестиваль на стадионе «Труд» собрал более 200 школьников из 20 городов и районов республики. Мероприятие посвятили памяти заслуженного тренера России Магомеда Магомедова. Начало финальных баталий предшествовало церемонии открытия. Для зрителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу, а также мастер-классы боксеров, дзюдоистов и борцов. С приветственной речью выступили представители столичной мэрии, Минспорта и Духовинства республики. Огромное количество десант наших чемпионов мира, олимпийские чемпионы, призеры, вот здесь присутствуют, пришли для того, чтобы поболеть за вас. Это огромный пример для нашей молодежи, поэтому мы их пригласили. Заниматься спортом является сунной пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И этому свидетельствует тот факт, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, он непосредственно соренировался, непосредственно его вызывали на поединок, боролся. Хочу призывать нас всех, чтобы мы придерживались спортом, занимались спортом, здоровое тело, значит и поклонение будет здоровое у здорового человека. Самых сильных и выносливых определяли в 8 дисциплинах. Все они широко доступны любому желающему, поэтому побороться за награду могли представители разных видов спорта. Так этот фестиваль призван сплотить дагестанскую молодежь, а также напомнить подрастающему поколению о славных традициях предков. В общекомандном зачете победу праздновали Каспийчане. Второе место заняла сборная Левашинского района и третья Махачкалы. Призеры получили свои комплекты наград, а также удостоились денежных премий. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и до скорых встреч в эфире.